Шалом, дорогие друзья! В преддверии шаббата я хочу поделиться с вами словом, которое Господь вдохновляет и меня, я надеюсь, вас в нашем уже втором дне поста и молитвы. Потому что пост без молитвы – простая диета для тех, кто думает похудеть. Худеть не нужно, потому что Библия говорит о том, что мы являемся людьми, которые упитаны с его словом, его надеждой. Мы напитаны его обещаниями. И знаете, одно из обещаний, которое я увидел сегодня – это послание к евреям. Да, да, в преддверии шаббата хочу дать вам одно слово. Евреям, 6 глава. Я буду читать с 18 стиха по 20. «Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлагаемую надежду, которая для нашей души есть как бы якорь безопасный и крепкий, входит во внутреннюю завесу. Некое обещание Бога надежды. А это как раз нам нужно. Надежда в того, кто за завесой. Завеса, она разорвана. Храма нет. Ишуа, умирая на кресте, дал нам надежду. Поэтому, когда идет послание к евреям, дает надежду, чтобы посмотреть туда, за завесу. А за завесой мы говорим о том, что Ишуа был мелых цадек. Он является царем праведности. Он дал нам ее. И я хочу вам сказать, во время бури, которая у нас существует в этом мире, нужно помнить. Бросив якорь за завесу, мы имеем надежду, упование и абсолютно никакого разочарования. Потому что мы живем в хорошее время. Вы скажете, какое хорошее время? Посмотрите, ребят, что происходит. Конкретно вот это время соединяет нас более чем что-либо. Потому что, когда очень прискорбно, когда тяжело, мы хватаемся за любую надежду, за любое слово. Но не хватайтесь за слова, которые распространяются в эфирах медиастанций, интернетах, ложных обвинений, пугающих нам обстоятельствах. Друзья, всевозможные пендемии, всевозможные вирусные заболевания были в течение этих тысячи лет. Но знаете, когда приходит такое состояние, состояние, когда мы думаем, что же следующий день нам принесет, Бог говорит, я дам тебе покой, мир, я дам тебе некое упование. И знаете, Иеремия тоже об этом говорит, о том, что если ты не смог и бежать с пешими, как будешь соревноваться с теми, кто на лошадях? И если когда придет, когда ты находишься в мир, мир на время существования, что ты будешь делать, когда придет вот такое сумборное состояние, когда мир в этой панике, в этом хаосе, знаешь, закинь свой якорь туда, за завесу, где там есть присутствие Бога. Возьмись одной идеей, идеей, которая в нашем разуме иногда старая, старая, такая ветхая, винтажная идея, быть рядом с Богом. Войди в Его присутствие, спроси Его пару вопросов, останься наедине, помолиться и почувствовать Его шалом, потому что Он обещал. И если Он обещал, Он обязательно исполнит. И пускай Бог благословит вас, входя в шаббат, знайте, что Он в полном шаломе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok